Знаменитый советский и российский кинорежиссер Эльдар Рязанов сделал Валентина Гафта настоящей звездой. Именно после его фильмов актера стали узнавать на улице и просить автографы. Важную роль в творческой биографии этой неординарной личности сыграл театр современник, который стал для Гафта родным домом на много лет. Коллеги также знают Валентина Иосифовича как талантливого режиссера, писателя и поэта. Его колки, эпиграммы на друзей становились достоянием общественности. По меткому выражению актера Александра Филипенко, Гафт расшифровывается как гениальный автор феноменальных текстов. Валентин Иосифович часто влюблялся, а его амурных прохождениях когда-нибудь снимут целую киноленту. Только официальных браков у актера было 4. Женщины любили его за мужское обаяние и остроумие. Сегодня жена Валентина Гафта известная актриса Ольга Остроума. С которой он собирается дожить, отведенный ему богом срок до конца. Первый раз подросток влюбился в студентку Дину. Василенок из общежития Московского государственного университета. Валентин играл с другими парнями в футбол на пустыре напротив окон комнаты девушки. Девушка прибавляла юноше смелости, но когда ее не было видно, Гафт превращался в робкого и неуклюжего подростка. Если же она опять появлялась в окне, то Валентин становился знатным форвардом. Сама Василенок узнала о своем воздыхателе, когда была доктором физико-математических наук. Брак с моделью. Замечательный. Так называл свою первую жену Валентин Гафт молодостью. Он создал семью с манекенщицей Еленой Изергиной, которая, кстати, видела его неудачный дебют на сцене театра сатиры. Девушка была настоящей красавицей. Прохожие при ее виде оборачивали голову. Елена работала в доме модели и много путешествовала по миру. Молодожены жили у мамы Изергиной в одной комнате, которой разделяли доски. Гафт быстро привык к дребезжащим окнам от проезжавшего рядом троллейбуса. Но вот чего он не переносил, так это многочисленных животных, которые постоянно жили в их комнате. После встречи Изергиной с киноведом Далем Орлова «Молодые люди развелись» Валентин тоже в это время изменял жене, так что расставание не было болезненным. Он пожелал бывшей супруге всего наилучшего, но больше с ней так и не виделся. Увлечение художницы с далеко идущими последствиями. Затем в личной жизни Гафта на короткое время появилась художница Елена Никитина, которая после расставания с актером в 1971 году родила от него ребенка. Не обо всех внебрачных детях Валентин Гафт знает о сыне. От Никитина он получил информацию, будучи звездой театра и кино. Елена назвала сыном Вадим, а затем уехала жить с ним в Бразилию. Что касается внебрачного сына Валентина Гафта, то когда до внебрачного сына Гафта Вадима дошла информация о том, что умерла его единокровная сестра молодой человек, взял билет до Москвы. В это тяжелое время он хотел находиться рядом с отцом, но Валентин Иосифович отказал ему во встрече, чем очень обидел Вадима. Я рыдал от отчаяния, словно корова. Затем сын Гафта вернулся в Бразилию, где сильно пострадал. В уличной драке у парня была сломана челюсть, узнав об этом Валентин Иосифович связался по телефону с Вадимом и даже помог ему деньгами. Впервые они встретились в 2014 году на съемках одного из телешоу, после чего стали общаться. Сын Гафта актер, кроме того он пишет стихи. Своему ребенку он дал имя Валентин, так как тот появился на свет 2 сентября, как и его знаменитый дед.